Итак, дорогие друзья, сейчас мы переносимся из центра Европы в замечательную Азию, в Юго-Восточную Азию, переносимся в Таиланд. Через несколько секунд к нам должен присоединиться Карен Чичан, директор по продажам и маркетингу компании Exotic Property. Таиланд, направление, безусловно, интересное. Мы уже осуждали на наших вебинарах, но с огромным удовольствием поговорим об этом. Снова Карен, здравствуйте, рад вас видеть и слышать. Привет, привет, меня слышно хорошо? Да, слышно, видно, слышно, видно, отлично. Давайте говорить скорее о Таиланде. Что сейчас, ну, первый вопрос дежурный, безусловно, больше будем говорить, конечно, о недвижимости, но все-таки, что у вас сейчас происходит на улицах за последние дни, недели, какие меры, какие ограничения, чего можно, чего нельзя? Ну, я скажу, что Таиланд, он достаточно серьезно подходит, потому что, вы знаете, что в Азии у нас показатели немножко лучше, да, по тому, как справляются с вирусом, нежели в Европе или Америке. Что могу сказать, на сегодняшний день, ну, мы никуда не выходим из дома, ну, выходим только в магазины. И работают продуктовые магазины и аптеки сейчас. Вот. Даже районы некоторые закрыты, то есть, например, там у нас есть такой район Патон, который, ну, такой развлекательный, да, на Пхукете, он как раз изолирован, закрыт, потому что там были заболевшие. Ну, в целом, я не могу сказать, какая-то паники у нас нет никакой, все ходят в масках, естественно, но в целом, я насколько знаю, что в Таиланде этот вирус пошел на спад. Вот. То есть, ну, я думаю, что еще месяц мы посидим. Дело в том, что Таиланд активно борется, потому что есть, ну, как сказать, китайцы обещали, что к концу мая, в начале июня они уже откроют свой трафик сюда. Вот. Конечно, это упускать никто не хочет. А, но при этом, ну, тайский сезон, он все-таки такой горячий сезон, он до, ну, апреля, до мая, ну, до апреля скорее, да? Ну, да, да. То есть, китайцев вы ждете и летом? Вы знаете, китайцы, ну, есть два типа туриста, да? То есть, есть турист такой вот типичный, наш, ну, может быть, там, из Европы он приехал, неважно. Этот человек приехал с семьей, ему нужен там пляж, бассейн и какие-нибудь там коктейли, да, на пляже. Да, и второй клиент, это как раз китайцы. Они приезжают сюда, им нужен шоппинг, их там в 7 утра и забирают на автобусах, и вот они там 4 дня приехали, 4 дня приехали, они 4 дня ходят по магазинам, скупают все. Специально есть там беспошленные торговли магазины, где ты можешь купить что-то, а забрать это только, ну, при вылете из Duty Free, ну, там цены ниже. Ну, в общем, вот ради этого они и приезжают, оставлять нам побольше денег. Это очень приятно, да. Это очень любезно с их стороны. Карен, давайте о рынке недвижимости и о том, как сейчас работают агентства, вот именно о текущей ситуации. Что вы видите, что-то изменилось за неделю, две последние, и именно для, ну, как вы осуществляете сейчас свою деятельность? Я расскажу. На самом деле, у нас дела идут хорошо, у нас даже не упала норма прибыли, у нас очень хорошо развиты онлайн-сделки удаленные, когда человеку не нужно приезжать, он может инвестировать свои средства, получать доход. В целом, ему не надо даже приезжать, да. Ну, как правило, люди, кто дистанционно покупает, все равно со временем приезжают, ну, смог посмотреть, как это выглядит все, но для покупки нам не обязательно ехать. Что происходит сейчас, могу поделиться тем, что я думаю на этот счет, да, какую картину я вижу. Очень здорово провалился рубль. Рубль упал почти на 25-30 процентов. Гривна и ТНГ тоже почти на 20 процентов упали. Соответственно, мы смотрим на тайский бат. Тайский бат – это одна из, знаете, крепчайших валют мира. Даже Deutsche Bank в своем рейтинге его поставил на четвертое место в мире. 6 процентов потеряли. То есть мы были 30, бат стоил сейчас 32, да. Ну, клиенты, кто зашел к нам, они уже зафиксировали деньги в бате, я могу только их поздравить, вы здорово сэкономили средства, вы не потеряли, да, вы наоборот заработали. А что дальше происходит? У нас рублевый депозит, как вы знаете, под угрозой того, что поставят 13-ти процентный налог, но это будет хоть в 22-м году, но тем не менее, да, все равно это и есть. Это неприятная новость для русских инвесторов, вообще для инвесторов, кто держит у нас деньги в банке. И третья новость, которая неприятная, нам грозит вообще в мире, всему миру и России, наверное, особенно. Это огромное количество безработных, соответственно, со временем поменяется ставка и, конечно, будет инфляция высокая. Вообще официальная инфляция, она может быть там и 4% опять, но фактическая люди почувствуют, что цены поднялись здорово. Потому что сейчас происходят эмиссии, например, в Америке, вы знаете, дополнительные эмиссии, происходит выпуск денег. На самом деле никто не знает, как рынок отреагирует, да, но знаю только одно. Мы всем рекомендуем, даже не только про недвижимость Таиланда, вообще инвестируйте в недвижимость. Я, если можно, Филипп, я поясню, почему недвижимость лучше, чем что-то другое. Есть три важных фактора у недвижимости, которые нет, например, у акций, золота или биткоина. Первое, у недвижимости есть фундаментальная стоимость. То есть недвижимость никогда не может упасть ниже нуля. Ну, есть только там, я не знаю, там даже дом, если сгорит, все равно будет какая-то, какие-то деньги стоят земля. А недвижимость сама по себе, она имеет два источника дохода. Во-первых, потому что у нее фундаментальная стоимость, она всегда сохраняет. А вторая – это два источника дохода. То есть, если, например, купили биткоин или какой-то другой актив, вы можете заработать, только перепродав его. И вот это время, пока вы ждете, вы ничего не зарабатываете. Вы просто ждете. А недвижимостью не так. Вы зарабатываете и на конечной перепродаже его, и ежемесячные, ежеквартальные или ежегодные арендные платежи, которые идут. И два источника дохода – это очень хорошо. Третий вариант людям всегда будет… Третий почему? Потому что людям всегда будет крыша над головой нужна. Особенно, если это крыша рядом с пальмами и солнышком. Так люди устроены. Вот, Филипп, ты, наверное, знаешь, у нас 20 лет компания Exotic Voyage, которая занимается туризмом. И мы вот на своей компании, мы достаточно крупный оператор, который принимает большое количество людей, тысячами. И мы посмотрели такая у нас статистика, что, например, в 2008 мы провалились на 47%. Но в 2010 выросли… На 47% по количеству… На 47% по количеству… Да, это наша аналитика по количеству приехавших к нам, тех людей, кого мы встретили. В 2010 был скачок на 83%. Что это значит? Это значит, что люди при… В 2014, когда… В 2013, когда упал в два раза рубль, тоже провал был процентов на 30-30 с чем-то. Через два года, в 2016 он вырос в два раза. Почему? Потому что люди так устроены сейчас. Ты можешь там что-то себе не купить, но семью с детьми на море ты отвезешь в любом случае. Вот, и, конечно, здесь у нас хорошо в этом плане. Карен, а вот если мы говорим… Ну, все-таки ситуация у всех людей разная. Безусловно, есть кто-то, для кого нынешняя ситуация… Кто уже, например, купил недвижимость в Таиланде, и для кого эта ситуация стала шоком, и ему нужны, скажем, оборотные средства. У всех ситуации разные. Вот по твоему опыту, увидели ли вы сейчас появление на рынке каких-то особых предложений? Или их нет? И второй вопрос – можно ли их ожидать, по твоим ощущениям? Ну, смотрите, недвижимости все быстро не происходит. На самом деле, да, у нас кризис случился в самом конце сезона, и, по сути, все, как грубо говоря, сливки мы уже собрали, и компании хорошо заработали. Те же самые девелоперы хорошо напродавали, потому что год был успешный. И в конце сезона сейчас сложно говорить о таких-то весомых скидках, да, есть акционные цены, но я не думаю, что недвижимость сильно упадет, я объясню, потому что мы ждем туристический поток. В целом, у нас есть еще полгода, да, почти, до следующего высокого сезона, где мы можем, в принципе, подождать, и, грубо говоря, харчей у нас меньше не станет. Будем, ну, как бы вот все просто. Тут у нас такая специфика, что сильно рынок не понизится. Я знаю, многие клиенты мне звонят и говорят, ну, что там, когда люди начнут избавляться? Ну, я скажу, что есть, конечно, может, экстренные какие-то будут сделки, но у основной массы инвесторов никто ничего избавляться не будет, никто снижать цены не будет, ну, девелоперы будут их держать. Что происходит? Ну, в Таиланде, конечно, ну, по крайней мере, насколько я знаю, и специфику вашей компании, вы не так активно работаете с рынком долгосрочной аренды, у вас в основном аренда краткосрочная. Ну, мы вообще, если говорить про нашу компанию, мы непосредственно, мы не занимаемся вообще арендой, мы занимаемся исключительно продажей инвестиционной недвижимости. Мы занимаемся арендой в рамках компании Exotic Voyage, туристической компании. Нашей компанией занимается только продажей, потому что мы даже, по сути, не столько агентства недвижимости, как работаем, как консалтинговая компания, как инвестиционный фонд. То есть мы следим за тем, какое движение на рынке, где что можно сейчас интересное купить, когда это можно будет перепродать. Ну, считаем всю математику расхода плюс доходы. И, в принципе, инвестор обладает всеми цифрами. Также мы там занимаемся страхованием тех объектов недвижимости, которые приобрели у нас люди. То есть мы защищаем их инвестиции со всех сторон. Ну, естественно, когда приходит хорошее время, мы говорим там, Иван Иванович, пришло время, пора продавать. И, если интересно, человеку он может продать. Но сейчас пока никто ничего не продает, как я уже говорил. Хорошо. Если мы говорим про покупать, про продавать понятно. Если мы говорим про покупать, все равно рынок Таиланда, он тоже неоднороден. И какие-то объекты сейчас могут казаться более перспективными, какие-то менее перспективными. Исходя из общего взгляда на возможное развитие ситуации, как ты ее видишь. Какие объекты будут более и какие будут менее. Вот какие здесь аргументы будут играть определяющую роль. Ну, давайте я вообще, в принципе, расскажу, во что сейчас стоит вкладывать и во что не стоит вкладывать. Первое, нужно быть бдительным. Обязательно нужно быть бдительным. И не заходить в проекты, которые не получили даже еще строительную документацию. Там сертификат EIA, там construction permit и так далее. Потому что у нас открываются продажи иногда до получения еще. То есть человек подал, девелопер подал документы и уже продает. То есть еще по факту нет на руках ничего. Поэтому это сейчас зона риска. Если вы хотите входить в проект строящийся, пусть у него хотя бы будут все документы на руках. Вот тогда можно о чем-то говорить. Далее. Конечно, проекты интересны сейчас с гарантированным доходом. Ну, на первые пять лет. То есть это в любом случае будут какие-то отельные проекты с управлением профессиональных отельных операторов. Тут хочу заметить очень важную вещь. У нас на рынке есть два вида предложения отельной недвижимости. Есть международные отельные операторы, управляют и местные какие-то локальные тайские компании. В целом по цене входа они примерно одинаковые. Но могу сказать сразу, что мы всегда клиентам советуем профессиональных отельных операторов. Просто потому что у них огромная база клиентов. И они могут даже в низкий сезон показать очень высокую заполняемость. И даже в кризисные времена они быстрее восстановятся, нежели локальные компании. Вот третье, что бы я хотел отметить. То есть, ну, помимо гарантированного дохода, нужно еще на сегодняшний день не заниматься, конечно, спекулятивными сделками. То есть нет смысла сейчас что-то покупать, потом перепродавать. Потому что мы просто не знаем. Это неизвестно, если бы пал, либо пропал. То есть это непонятно, как рынок отреагирует, вообще что дальше будет. Мы можем так примерно, вот если все будет хорошо, там никаких глобальных изменений не будет, то где-то там к июню, к июле, может быть, к августу, вот соглашусь с коллегой из Словении, да, примерно уже все пройдет, да. Вот. Ну, в целом вот так. Не входить в самые ранние проекты, да. Я хотел бы уточнить просто спекулятивные сделки. Что ты имеешь в виду? Действительно ли есть люди, которые рассчитывают, ну, условно говоря, купить дешево, и потом там в течение года-двух? Да, конечно. Такие запросы есть? Ну, да, я расскажу, как это работает. То есть, например, открывается какой-то проект, очень такой новый проект, интересный. Мы получаем цены еще до того, как их озвучили. Иногда нам говорят девелоперы, вот у вас там есть день-два, вот самые низкие цены продавать. Через два дня будет официальное представление, да, уже цена поднимется. Да, в таких случаях мы обзваниваем наших инвесторов и заключаем, то есть выбираем хорошие квартиры и покупаем, но вносим за них там залог, ну, до 20%, да, первоначальный взнос. И далее мы ждем по следующему этапу строительства, и, возможно, мы уже готовы будем на 20% дороже перепродать. То есть, грубо говоря, мы навложены и получили 100% денег, вернули. Но, опять же скажу, таких интересных проектов бывает в год, ну, 2-3 от силы. Это во-первых. Во-вторых, там все разлетается моментально, поэтому, ну, лучше, грубо говоря, принимать решение сразу вот так, хлоп, и все. Ну, примерно так. Сейчас я бы не советовал спекулятивные сделки, потому что, ну, опять же, не знаю, что будет. Я считаю, сейчас можно рассчитывать. Да, это быстрый оборот денег, но я думаю, что сейчас лучше играть в долгую. Карен, а скажи тогда, на твой взгляд, вот абстрактно, не называя конкретных названий, что для тебя сейчас идеальный для инвестиций объект в Таиланде? Вот, если, ну, основные параметры, цена расположения, стадия готовности, продавец. Может быть, сложный вопрос, но простых сегодня не обещали. Да нет, на самом деле вопрос простой. Смотрите, у нас есть три типа недвижимости. Ну, мы их делим по всю недвижимость, не так там виллы, квартиры, там еще что-то, да, таунхаусы. Мы делим по типу. То есть совершенно одинаковые могут быть проекты, но они совершенно под разную аудиторию заточены. Ну, например, кому-то нужна просто крыша над головой, он хочет себе комфортную квартиру, где он может жить там полгода, может быть, год, может быть, переехать. Этих запросов не очень много, но они есть, да. Для них свои есть идеальные места, идеальные районы, идеальная такая вот локация, да, идеальные проекты. Для людей, кто хочет, например, купить инвестиционную недвижимость, да, есть другие проекты, тоже интересные. Там, как я уже говорил, профессиональное отельное управление. Там жить нельзя, ну, там месяц в году максимум. Но все это время, как квартира будет работать и будет управлять международный отель, она будет приносить доход, да. Ну, вот, кто-то хочет купить дачу у моря, там, чуть-чуть больше, там, на три месяца приезжать, потом, чтобы она тоже как-то сдавалась, да, хотя бы себя окупала. Такие есть тоже запросы, и для них есть, там, третий вид вариантов, да, которые, в принципе, не с отельным управлением, там можно спокойно жить, но хорошо будет сдаваться. Вот, ну, я бы так назвал, три, я бы не стал говорить проекты, я бы сказал, что сейчас очень интересное предложение на пляжах Найтон, на Бангтао. На Лаяне я не стал бы пока рассматривать, сразу хочу коллег предупредить, ну, еще нет, предупредить многих наших слушателей, что на Лаяне пока многие проекты еще сырые, то есть их строят там молодые застройщики, и там еще даже нет документации у многих. Поэтому сюда бы я пока не смотрел. Вот Бангтао, Найтон, хороший вариант. Камала отличный, вот на Камале есть очень классный проект. Если мы говорим, ну, вот уже в рамках самого проекта, что сейчас, а может быть и в общем совет, вариант дороже, вариант подешевле, маленькая квартира, большая квартира, первый этаж, последний этаж, видовое, невидовое? Ну, смотрите, здесь влияет на цену входа, да, разные вещи на цену выхода. Ну, в первую очередь, конечно, цена. Цена входа я бы рекомендовал, если мы говорим про аренду, да, то есть мы рассчитываем на долгую, мы хотим сдавать в аренду и когда-то там перепродать, да, то мы можем выбрать квартиру-студию, и потому что есть такой принцип, чем меньше метр, тем быстрее он отбивается. Мы берем квартиру, самую дешевую в комплексе, без вида на море, без ничего, все равно будет управлять отель, она будет приносить и приносить хорошо, да, потому что мы ее купили по самой низкой стоимости, а доход в целом у нее будет достаточно высокий. Есть квартиры уникальные, да, которые очень интересные, видовые, они, конечно, стоят дороже, у нас вид, за вид можно переплатить там до полцены квартиры, да, просто такая же квартира, она будет с видом на море. Но видовые квартиры хорошо идут как раз вот для сегмента не инвестиционного больше, а больше для себя люди, когда покупают, хотят подольше сами жить. Ну, в принципе, вот так. Но на сегодняшний день я скажу, что есть хорошие предложения по инвестиционной недвижимости. Люди покупают дистанционно, они просто полагаются на нас, потому что у нас там хорошая репутация, и говорят, вот выберите нам хорошие проекты, мы туда войдем. Ну, вот то, что мы выбираем, я говорю, есть инвестиции, то это хороший вариант. Там на Найтоне и на Камале, наверное, у Бангтау тоже есть хороший вариант. Таиланд – это та страна, где весьма активно, ну, активнее, чем, может быть, практически в других странах из популярных у русскоязычных покупателей, работает история, связанная с гарантированным доходом. По крайней мере, многие проекты, относительно многие. Да. Как сейчас относиться к ним? И вот история связана с тем, что все-таки, как ни крути, ну, треть сезона все равно ушло. Есть ли какая-то информация, что какие-то проекты более ответственно подошли к этому решению, какие-то менее ответственно, и вот те проекты с гарантированным доходом, не случилось ли никаких фейлов? С выплатами? То есть, ничего такого не слышали? Ну, еще рано. Понимаете, если мы бы провели в изоляции там год или больше, да, имело бы место там поговорить об этом, но пока там за месяц сильно там ситуация не изменилась в моде. Да, у кого там отельный бизнес, ресторанный бизнес, конечно, они там сильно терпят убытки, но девелоперы, они, ну, продают квартиры, продают там виллы, недвижимость, поэтому у них, в принципе, достаточно неплохо делаем. Ну, офисы, конечно, продаж закрыты сейчас. Я могу сказать, ну, вот по твоему вопросу, я могу сказать так, что у нас в целом нету проблемы, да, вот с такой, что мы там думаем, что сейчас все будет плохо. Нет, гарантированный доход его платят. Для чего вообще гарантированный доход нужен? Я просто хочу вот осветить этот момент. На самом деле в проектах, если вы заметили, гарантированный доход дают на первые там 3-5 лет. А дальше есть программа Rental Pool. В программе Rental Pool хорошие проекты зарабатывают больше. Но для чего нужно первые 3-5 лет, пока отель наберет нужную заполняемость, чтобы первые годы не было у инвесторов просадки по деньгам. Мы просто фиксируем стоимость, да, вот такая вот цена в течение 5 лет ты будешь получать 7-8-10% от стоимости квартиры. Дальше будет Rental Pool. То есть, в принципе, он нужен вот для чего. Гарантийный доход, в принципе, будут платить. Ну, сразу скажу вам, что многие компании, мы вообще выбираем компании, с кем, кого мы продаем, это крупные диверсифицированные компании, у которых бизнес диверсифицирован. То есть, у них есть бизнесы онлайн и оффлайн, у них очень много разных направлений, в которых они работают. И, естественно, таким, ну, у них больше, больше просто к ним кредит доверия. Ну, в целом так. Потом еще скажу, что многие, кто платит гарантийный доход, в принципе, тоже не нуждается в деньгах, потому что много раз мы с этим встречались, и мы клиентов предупреждаем, мы выбираем проекты очень тщательно, потому что завышена цена. Иногда завышенная цена, они просто, грубо говоря, назад отдают, твои 7%, 2, 14, 21%, они тебя возвращают, и остаются с хорошей маржой еще. Ну, вот таких проектов такие есть, обычно это тайские отельные управляющие, так работают. Ну, не только. В принципе, вот такая история есть, но мы с ней работаем. Вот поступило несколько вопросов, давай сейчас тогда на них ответим. первый, а можно ли получать доход от квартиры? Да я тебя спрашиваю, можешь не всматриваться. Можно ли получать доход от квартиры вот прямо сейчас? То есть, вот хорошо, я сейчас купил, как быстро я могу начать получать? Или все-таки, ну, такой моментальной истории не существует? Как это на практике происходит? Не, ну, смотрите, есть такие проекты, где ты сейчас можешь заплатить всю стоимость, даже еще на этапе строительства, ты, поскольку профинансировал застройщик, он тебе начинает уже сразу платить гарантированный доход, да, еще на время строя. Опять же, говорят, крупно диверсифицированные компании, но там все равно первый платеж будет через полгода, да, он платит каждый полгода по 5%. Ну, в целом, я не знаю, можно сейчас найти какой-то проект, где тебе сразу отдадут эти там, какие-то твои проценты, да, гарантированного дохода, но в целом тогда я просто не вижу смысла, да, вкладывать деньги, если ты сразу ждешь доход. Но тебе часть, конечно, твоих денег вернут. Ну, надо просто быть объективным, да. То есть, все равно, когда ты инвестируешь средства, средства должны прийти, если ты в аренду инвестируешь, да, аренда должна прийти, надо, что с чего-то давать тебе с чего-то, не просто с голову, с кармана. Поэтому сразу это не бывает. Хороших доходов моментально не бывает. Ну, будет гарантированный доход, он в принципе хороший. Ну, какую-то сумму ты получишь, но если начнешь подсчитывать скрупулезно, выяснится, что можно было взять что-то подешевле, но получить деньги чуть попозже. Ну, повторяю. Ну, смотрите, мы вообще в целом всегда работаем с ценой, мы всегда работаем с рассрочкой, потому что иногда рассрочка даже важнее скидки, ну, там много есть нюансов. Также у нас есть финансирование, у нас есть клиенты, которые покупают недвижимость и плачут за нее там порядка 7 лет. Ну, за 2 она уже построилась и сдается, еще половину они выплачивают в течение 5 лет, да. Такое тоже есть, это достаточно хорошо, потому что ты получаешь доход целиком, и часть этого дохода просто гасишь стоимость платежей, ну, гасишь свою задолженность перед застройщиком. Ну, в целом такие есть истории, поэтому я проблем вообще не вижу. Окей. И вот смотри, вопрос, у нас параллельно ведет трансляция в Фейсбуке, ну, он такой развернутый, то есть, по сути, это даже не вопрос, а некое сомнение изначально, будет ли сдача в следующий сезон, аренда начала заваливаться, многие уйдут в минус, может быть, кто-то начнет вторичку скидывать. Мы частично об этом говорили, но давай все-таки еще повторим, тем более у нас уже наша часть выступления завершается, и это будет, наверное, хорошим итогом. Как тебе видится инвестиционная финансовая? Да, ну, я сразу скажу, у нас нет никакой паники, с чего вы взяли, что будет сейчас срочно кто-то скидывать там какую-то вторичку или, ну, я не знаю откуда. Мы сидим на карантине всего лишь два месяца, ну, там, без малого два месяца, может быть, месяц. Сейчас мы видим, что тенденция пошла на спад, во всяком случае у нас. И я думаю, что в течение там еще месяца-двух, ну, все откроется. Кто работает в девелопере, ну, за эти месяцы не сильно потеряют. Говорю же, у нас конец сезона, мы все уже хорошо заработали. Поэтому сразу сейчас ждать, что тебе посыпется предложение там за три копейки, ну, не надо этого ждать. Гарантированный доход, объясняю еще раз, что гарантированный доход тебе выплачивают с других бизнесов, если они диверсифицированы. У застройщиков всегда есть средства, чтобы погасить свои обязательства. 7-10% это от стоимости в год, это не такие большие деньги. Мы не ожидаем того. Если, конечно, мы сейчас будем сидеть, и речь бы шла уже о двух годах карантина, ну, конечно, здесь можно было бы задавать вопрос, ну, какой там гарантированный доход. А пока все это уже есть. Квартира иногда продается, и там сразу закладывают какую-то сумму, которую нужно будет отдать. Так что я не вижу паники. У нас, на самом деле, я скажу, Филипп, у нас сделки практически каждую неделю по 2-3 сделки. Люди звонят, и хотят, ну, у них там деньги в рубле, они хотят вытащить и купить недвижимость в Таиланде, чтобы она приносила им доход и росла в цене. Вот чем мы занимаемся. Мы подбираем хорошие варианты. Если вам интересно, кстати, вот, Юля из Фейсбука, могу сказать, если вам интересно, вы можете написать мне на почту или куда-то я вам вычлю все варианты интересные и объясню вам, что к чему. Контакты компании Exotic Property мы приводим. Да, вот. Обращайтесь. И тогда, Карен, ну, заключительный уже вопрос, раз ты уже об этом заговорил, про все-таки возможность удаленно. Значит, сделки сейчас совершаются удаленно, в двух словах, буквально схему, как это происходит. Смотрите, обычно это происходит так. Мы с вами сначала, там, пришел ко нам человек и говорит, вот, хочу купить то-то, то-то, да, пришла заявка. Мы с ним определяемся примерно с инвестиционной стратегией, потому что изначально мы, нет смысла сразу подбирать какие-то варианты, да, мы сначала должны понять, чего мы хотим. То есть на какую стратегию мы претендуем, будь то это нам интересна спекулятивная сделка или, там, сделка, там, купи-продай, ну, купи-сдавай-продай, или, там, сделки такие, которые, там, например, в долгую мы, там, кладем деньги на 15 лет и получаем гарантированный доход, да. Что мы делаем? И под эту уже инвестиционную стратегию мы подбираем уже проекты, которые подходят под эту стратегию. Далее мы можем, там, связаться, например, сделать скайп-конференцию с представителем застройщика, можем, могу, там, в офис подъехать, можем, там, просто онлайн сделать. И мы уже согласовываем с ним какие-то, находим квартиры, согласовываем все скидки, согласовываем все рассрочки, которые нужны, и тогда, ну, так делаем свое предложение и уже закрываем сделку. Вам высылают, вы высылаете, там, паспорт, email, свой адрес почтовый с индексом и телефон, вам присылают контракт, резервационный контракт вместе с инвойсом, да, на оплату резервационного платежа. Вы платите резервационный платеж, он где-то 100-200 тысяч бат, это, там, 200-400 тысяч рублей, чуть, может, больше. При течение месяца вам присылают договор, вы его, там, читаете, там, согласовываем этот договор, далее вам высылают сначала, ну, email, а потом почтой, почтой DHL высылают вам контракты. С этими контрактами вы, там, подписываете их, два отправляете обратно, а с одним и инвойсом на оплату первого платежа идете в банк и делаете первый платеж за квартиру. Вот, ну, и далее вам будут выставлять инвойсы по этапу на строительство, если вы заходите в строящийся объект. Окей. Дамы и господа, Карен Чичан, директор по продажам и маркетингу компании Exotic Property из Таиланда. Карен, спасибо тебе огромное. Встретимся. Спасибо вам, спасибо, все. Если будут вопросы, звоните, в любое время мы готовы. Напомню, что и вебинар, и запись беседы с Кареном, и краткий рассказ о том, что, собственно, мы обсуждали, завтра читайте на Прианру. Ссылочки на компанию вот здесь представлены, и чуть позже мы их в статье, безусловно, тоже... Да. Карен, спасибо огромное. Здоровья вам всем. Все, до свидания. Всем здоровья. Все, пока. Пока.